С 1 января нового года агентство Хабар вступает в Европейский вещательный союз в качестве ассоциированного члена. Об этом сегодня на площадке СЦК рассказал председатель правления агентства Айдос Укибай. Это объединение существует с 1950 года. В него входят более 70 вещательных организаций из 56 стран мира. Вступление в союз для Хабара открывает массу возможностей. Агентство сможет приобретать качественный зарубежный контент по демократичным ценам. Кроме того, участие в союзе подразумевает обмен опытом между теле- и радиокомпаниями. Мы будем пользоваться привилегиями Европейского вещательного союза, так как до этого вообще не было членства. Мы будем получать европейский контент, европейское качество. То, что в Европейском вещательном союзе имеют его члены, всеми привилегиями, например, скидки на определенный продукт, мы теперь уже имеем доступ. И следующий шаг, наверное, будет, что мы полноценным членом станем Европейского вещательного союза. Как отметил Айдо Сукиба, этот год для Хабара стал особенным. Агентство отметило свое 20-летие, запустило ряд крупных проектов, в их числе производство телешоу, сериалов и биографических фильмов. Происходит масштабная трансформация службы новостей, а также подписан меморандум о сотрудничестве с Евразийским национальным университетом имени Гумилева, для того, чтобы совместно готовить кадры. Кроме того, сотрудники агентства инициировали акцию «Спасибо за победу». 74 ветерана Великой Отечественной войны получили памятные подарки. Отличились в этом году и другие члены большого телесемейства. Программа «Сингл-маркет» канала «Казах ТВ» стала лучшей в международном конкурсе. 24КЗ победил в номинации «ТВ-новости города». Национальная премия «Народный любимец» 2015, а телеканал «Блимженемединет» обновил сетку вещания более чем на 80%. Мы запустили 25 новых проектов. Наш приоритет – это просвещение казахстанцев, он остался неизменным. Но мы поменяли подход в этом непростом деле. Всем вам известно, что есть такой очень классный жанр – телевизионная документалистика. До сегодняшнего дня этот жанр в нашей стране был пустым. Мы решили занять эту нишу документального кино, и все наши силы мы сейчас бросили на производство качественного документального кино.